Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вдохновение С дедушкой на рыбалку ходить Конечно, здорово Но вот червей в этой яме копать Терпеть не могу Ох Ох Какая Красота Не замечала Насколько прекрасны Дачные рассветы Стихи! Надо скорее записать Прекрасны дачные рассветы Ну-с, начнём Прекрасны Дачные Дружок Я занята важным делом Творческим Я тоже творческим Сделаю сейчас накат для скейта Хорошо-то как Птички поют Да он даже не понял Ты думаешь? Нельзя ли потише? Ну, вообще Ты чего подслушиваешь? Представляешь, у нас на даче даже негде нормально поговорить Везде Кто-нибудь вылезет Я первая сюда пришла Да что ты говоришь? Прекрасны дачные рассветы Извини, отвлеклась Прекрасны дачные Куда от вас спрятаться? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Лиза, не отвлекай Отмеряю нужную дозировку Долго еще будешь отмеять? 14, 15, ровно 408 капель 22, 23 Это невыносимо! Я не могу ободать в такой обстановке! Коснется солнца луч Луч, туч Иду на посадку Лиза, поиграй со мной! Не могу, я занята А чем ты занята? Стихи сочиняю Почитай! Не готова еще, вдохновение ушло Ну как, Лиза, пришло вдохновение? Нет, малыш, не пришло Пришло? Нет, не пришло Вот тебе, малыш, еще самолетик Эй, да у нас тут шторм 9 баллов Отставить сырость на корабле Ну-ка, рапорт в двух словах Хотела стихи написать Как у нас красиво на даче И ничего не получается Вдохновения нет, еще мешают все Да, вдохновение – дело такое тонкое Это называется муки творчества Все поэты так страдают Все? Обязательно! А давай-ка пока окунько в к ужину половим А? Эй, смотрите, сколько рыбы мы наловили Серьезная заявка на победу А какая красота там на Озии Деревья отражаются Вода сверкает, как золото Ааааааааааааааак Аоааааааааа Прекрасный дачный ответ Что это точнее? Хе-хе! Вдохновение пришло Так, кто сегодня дежурный по камбузу? Я Принимаю лов А ты, дружок, принеси-ка ведро с компостом Пикать забыли вечер уже Завтра картошку подкормим Гвоздь мне в кеды Вот эта красота И ведь никто не видит даже Надо хоть сфоткать Эх, телефон забыл Нет, это надо нарисовать красками, как настоящие художники Сейчас же, пока есть это, вдохновение Любовь к экспериментам Телеграмма, сочная телеграмма Что там? Генку на конференцию приглашают, с докладом выступить Ничего себе Кушай, кушай, маленький, потом играть с тобой пойдем Гена, Гена, вот, читай Ого, пленарное заседание Эх, не, я не поеду Как это не поедешь? Тебя ж по телеку покажут В газетах напечатают Звезда мировой науки Гена Барбоскин Но у меня тут это Жук, что ли? Мой жучек не просто жук Это очень редкий жук И что? И... И еще он принимает участие В важном научном эксперименте Который нельзя прерывать Вот А что за эксперимент? Может, мы сплавимся? Конечно, справимся Ради брата поддержим науку Делов-то! Э... Вот здесь будете отмечать результаты жучика А вы точно все поняли? Точно! И будете выполнять все минуту в минуту? Будем, будем Поезжай давай! Я сейчас! Не переживай, жучик Играть будешь с утра и до вечера Я им в инструкции Такого написал Не соскучишься А там и я вернусь Гав! 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 6.15 Завтрак Предложить жучику на выборы Яблоко, морковь и манную кашу Я за яблоком! Чуву, моя морковь! А я, значит, кашу вари Кашу, кашу Выбери кашу Ура! Я победил! Так и отметим Яблоко Полундра! В 6.30 запустить зверька в лабиринт А у нас еще ничего не готово Фу! Успели! Роза, засекай время Куда пошел? Влево иди! Влево! Эй! Не тормози! Пьет, жучик, пьет! Так, идем на рекорд 30 секунд Дружок, отметь там Алло! Ну как, лабиринт? Понравилось? Ага, мы в восторге Да не вам! Жучику весело было! Роза, через 5 минут купания жучика! Все, пока! Не мешай эксперименту! Что? Алло! 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 жучек я вернулся а где жучек удрал как удрал жучек ты где отзовись а что эксперимента закончен да нет никакого эксперимента это просто мой любимый питомец жучек миленький ты вернулся а я тебе подарки привез тебя хоть здесь вовремя кормили деда поиграй с нами нам четвертого не хватает а как же гена безнадежен у него жучек что такое жучек важный научный эксперимент девичник дружок ты же хотел вместе со всеми за продуктами идти тебе не пора а точно я и забыл пока 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 слушай лиска давай пока мальчиков нету строим себе девичник настоящий интересно что это у них за девичник сегодня будет уникальный мастер класс я расскажу то что знают только девочки уже начали как бы поучаствовать в этом девичники думай думай дружок ты же мужчина о знаю сейчас быстро оденусь девчонкой и вперед нет что-то не похож на девчонку а это и такой не похож ой я же платье не надел вот как они ее застегивают вот уже неплохо теперь шляпку они чего так ой они же меня узнают отлично и как они живут эти девчонки ух я вот только оделся как они и уже устал и как они для девочки и искать галки очень важен у нас должны быть смешным гг попробуй на пусть у меня в школах не девчоночей они не точно но с нами из девичника выгонят ля-ля-ля! Нет! Ми-ми-ми! Нет! Фу! Гадость! Надо хоть посолить! А, нет! Вот! Фу! Ну-ка! Ля-ля-ля! Соль, Фами! Ах! Все! Скажу, что мороженого объелся! То есть, объелась! И голос потеряла! Походка должна быть плавная! Носочки в стороны! Не спеша! Идёшь, как по ниточке! А я как хожу! Надо перед зеркалом проверить! Ай! Я же спортсмен! Почему у меня не получается? А! Знаю! И как они на этом ходят! Раз девчонки могут, то и я смогу! Скажу, что упала с велосипеда! Да-да! Правильное движение! Давай ещё раз! Привет-привет! Пока-пока! Привет-привет! Пока-пока! Хе-хе! Ну, это легко! Привет-привет! А цвет маникюра должен подходить к цвету помады! Ногти! Помада! Надо ведь накраситься! Проголодался тут с вами! Вот ещё лак, подбирать помаду! Сейчас быстро всё одного цвета сделаем! Ну, пусть пока посохнет! Вот и отлично! Теперь вторую руку! Ой! Ай! Ой! Да что же это? Снимите это с меня! Ай! Всё! Ай! С меня хватит! И самое главное! Такие милые девочки, как мы с тобой, не должны забывать отдохнуть от всех проблем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что я вам скажу? Не нужна мне никакая косметика! И я не объедался мороженым! И не падал с велосипеда! У меня и так нормальный голос! И походка хорошая! И девичник ваш мне! Мне нужен! Дружочек, что с тобой? А то, что я мужчина, в конце концов! Гол! Дружок, ты чего так вырядился? Гена, сегодня же финал футбольной лиги! Я этого дня полгода ждал! Добрый вечер, дорогие болельщики! Сегодня наша сборная поборется за первое место. Гвоздь мне в кеды! Что это ещё такое? Наверное, авария на подстанции. Хорошо, что я книжку на смартфон закинул. Смартфон? Ну, конечно! Здорово жить в мире высоких технологий! Наши футболисты отбирают... Нет сигнала! Высокие дачные технологии. Гена, ты не понимаешь! Это же финал века! Там такая игра будет! Внукам рассказать можно! Пропускать никак нельзя! Была бы у нас мощная батарея, можно было бы запитать телевизор от неё. Батарея! Гена, ты голова! Дружок, а ты что делаешь? Пытаешься спеть ко второму тайму! Странное время для сельхозработ. Гена, ты же сам рассказывал, что батарейку можно сделать из картошки. А я, гляди, сколько накопал! На телевизор тебе и вагона картошки не хватит! Молодец, внук! В темноте зря времени терял и картошки накопал. Хвалю! Гена, спасай, брат! Где электричество добыть? Есть одна идейка. Используем энергию ветра. Готово! Даршавкин рвётся к воротам. Ну как? Работает! Да-да, спускайся! Есть! Какой финт! Эх, и снова потеря. Интересно. Переходят к противнику. Спаниельная сестелица в подкате. Ну, давай же! Нападающий обходит защитников и... Гвоздь мне в кеды. На самом интересном месте. Ой, не работает? Эх, а что это с ним? Ветра нету. В действиях нашей команды... ...очувствуется движение по-разному. ...очувствуется, что он как-то не надко знает. Ребята, нужно успокоиться. Игра идёт, что называется, на нервах. Отнейшая ошибка. Принести к ботанию. Дружок, воды надолго не хватит. К колодцу ходить будем по очереди. Ведро утопил. Эх, ты. Какая неприятность. У меня идея. Будем крутить колесо по очереди. Использование мускульной силы – это мысль. Тащи сюда велосипед. Принцип просто и надёжен. Ты крутишь педали, колесо раскручивает динамо-машину, динамо-машина даёт электрический ток. Заработало! Не отвлекайся. 15 номер. На трибунах творится какое-то сумасшествие. Зрители неистовствуют. Блестящий сей. Браво, галкрипер. В определенной идёт дополнительный путь. И у нас по-прежнему ничья. Узнаем ли мы сегодня имена чемпионов? Да, я больше не могу. У него свело мышцы. Похоже, у нашей сборной проснулось второе дыхание. Вперёд, ребята! Электричество? Нет. Просто Гена уговорил нас покрутить педали. Уже очень матч интересный. Вы такие классные! А после футбола будем смотреть мультики. Только дружку пока не говорите. Нашим ребятам придётся сегодня хорошо поработать ногами. Сокровище профессора Семми Попался! А-а-а! Ай! Мои сокровища! Ай! Два ноль! Да ну тебя с твоими играми! Лучше посмотри, что я нашёл! Мои сокровища? Слушай, я профессор Шарперио Семми, владелец данной земли, завещаю свои несметные сокровища обладателю сей карты, то есть нам! А земля-то его один в один наш участок! Точно! Так, если это веранда, сад, здесь песочница, яблоня, тогда сокровище в парнике! А Гена не будет против? Шутишь? Речь о сокровищах! Да и золото, которое мы откопаем, он нам памятники отольёт! Ой, Геночка, хорошо, что ты пришёл! Вы что наделали? Как вы могли, мои призовые баклажаны? Да забудь ты про свой огород! Вот, смотри, настоящая карта сокровищ! Карта! Ага! Какая карта! Вы хоть представляете, сколько работы было вложено в эти баклажаны! Что я теперь покажу на выставке агродостижений? Чтоб ноги вашей здесь не было! И что теперь? Что-что? Раз у Генки нет желания кооперироваться, придётся справляться самим! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пей, Хелиус. Чистейший органический компост. Фу! Хм, похоже, паразиты в корнях. Фу! Так, Геночка, Кауту нашли мы. Значит, имеем полное право претендовать на сокровища. Вот здорово! Тогда мы все вместе их рассадим. Раз, два, что? Семена. Это и есть несметные богатства профессора Семя? Ага, Шарперио Семя. Выдающийся профессор ботаники. А здесь его сокровища. Семена самых экзотических растений на Земле. Теперь-то всем утру нос на выставке агродостижений. Ну же, за работу! Задание на лето Так, по литературе. Это прочитала. Это записала. Так, краеведение. Показать красоту своего края, местности, где вы живете, увидеть во обыденном прекрасное или необычное. Зарисуйте или сфотографируйте увиденное. Ой, ну какие у нас красоты-то! Ни море, ни пальм, ни пейзаж нормальных, ни экзотических животных. Фу! Одни только назойливые насекомые. Что снимать-то? Огород? Ха! Очень необычно. Куст? Ну, прям прекрасное рядом. Любоваться совершенно нечем. А ты у дома экзотику не ищи. Ты в лес сходи. Прогуляйся. Места у нас красивые. Хм, да? Да-да. И малыша захвати. Познавательно будет. Пойдем, малыш. Полюбуемся красотами нашего края. Роза, смотри за малышом. Он еще маленький. Ладно. Путешествие, путешествие! Ага, кругосветное. Тропинка, как тропинка. Деревья, ничего особенного. Ну, что ж нам задали какую-то ерунду. Малыш, ты где? Я тут. Не отставай. А долго мы еще будем идти? Долго. Пока не встретим красоты. Зачем? По заданию. Ну, ладно. Мне б твои заботы. Ну, и на что тут любоваться? Так, малыш, подожди здесь. Я заберусь повыше и осмотрюсь. Может, увижу что-нибудь необыкновенное. Хорошо. Все как всегда. Один бурьян до лопухи. О, земляничка. Еще, еще. Ух ты, пух ты. Придется тащиться дальше. Пойдем, малыш. Малыш, ты где, малыш? Малыш, я тут. Малыш, тут. Это где? Я в зеленом дворце. Здесь изумрудные потолки и высокие колонны уходят прямо в небо. А еще тут сокровища и чудесные угощения. У малыша галлюцинации. А еще тут чудесные существа. Точно. Он провалился в какую-то яму и ударился головой. И трон с золотыми цветами. А-а-а. Что я дедушке скажу? Малыш, отзовись. Что так вопить-то? Здесь я иду, иду. А-а-а. Так, слезами тут не поможешь. Надо малыша искать. Роза, зачем ты ломаешь зеленый дворец? Малыш, иди ко мне. С тобой все в порядке. Где ты ударился? Я чуть с ума не сошла. Со мной все в порядке. Ничем я не ударился. Где ты был? Вон там, в зеленом дворце. Хочешь, я тебе покажу? Я и не представляла, сколько прекрасного у нас рядом. Хе-хе-хе. Ну вот. А ты говорила, море, море. Чудес не бывает. Гена Барбоскин. Зеленый Гена? Почему только крокодил? Я вам что, крокодил? Генка, у тебя есть сульфат магния? Конечно, на полке справа. У меня тут такое чудо случилось. Чудес, дружок, не бывает. Пора бы знать, не маленький. Ну и не надо. Ну и не расскажу. А зачем ему сульфат магния? Дружок просил ему не мешать. Вот еще, фон Барон. Он там всемирно-научное открытие открывает. Ему инопланетяне подсказали. Инопланетяне? Сегодня ночью дружку приснилось, что инопланетяне пригласили его на свой космический корабль. Там они попили чаю. Дружок рассказал им анекдот. А потом играли в футбол. Инопланетяне хотели еще поиграть, но дружок сказал, что ему уже пора домой. А за то, что дружок такой ловкий, они открыли ему секретную формулу какого-то вещества, которое будет самым важным научным открытием на Земле. Э? Ага. Инопланетяне. Ага. Сразу поверил. Ха-ха-ха-ха. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой. Зеленый генов. Дружок! 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 Открывай! Ты чего вырываешься? Дружочек, братик, возьми меня в своё научное открытие, а? А я тебе потом все домашние задания буду делать Я свой джойстик подарю вместо твоего, сломанного, и наушники Ладно, я же тебя и хотел позвать, а ты чудес не бывает, чудес не бывает Только вот что за открытие, никак не пойму Вот и хорошо, сейчас выясним, что это за открытие Вдруг это телепортация Теле-что? Мгновенное перемещение в пространстве Например, этот химический анализатор здесь, а через секунду на подоконнике Как тебе? И заметь, без всякого приложения физических сил Нет-нет, это точно специальная футбольная мазь Намазал кеды и как вдарил по мячу Он на другой континент фить и прямо в ворота И сам факт Если каждый день тебе будет сниться по одному великому открытию, то... То... Да-да, а мне знаешь, сколько ещё всякого такого может присниться? Ему позавчера шуруп приснился Готово! Вань, свай, драй! О-ой... Похоже на воду Я пить хочу Ты что?! Вдруг это кислота?! Проверим в химическом анализаторе Анализ завершён, H2O, вода Так я и знал, ерунда этот твой сон, чудес не бывает Ну я вам покажу Что ты им покажешь, свои сны? Пойдём с горя в Мортал Гав Гав сразимся И я, и я Второй шанс Ох, скукотища Случилось невероятное Ты получила петёлку по математике? Меня позвали на пробы, в рекламу В общем, дело было так Я отправила свои фотографии на студию Мне позвонили, сказали, что очень хорошие данные Завтра с утра на пробы Как завтра? А как же репетиции? Тебе же нужно подготовиться А чего там готовиться? Йогурта пятишка С новым черничным мармеладным вкусом Пальчики оближешь Никуда не годится Где чувства? Что за поза? Сестрёнка, теперь тобой займусь я Так, лозанна Барбоскина Ши я, маши руками Ага, вот так Носки ввозь, больше ввозь А это точно необходимо? Не отвлекайся Коленки внутрь, ещё внутрь Я Так, над цинической походкой Поработали Пройдёмся по тексту Йогурта пятишка С новым черничным мармеладным вкусом Пальчики оближешь Пальчики оближешь. Банально как-то. Текст для актёра Розочка – это способ самовыражения. Нам нужно быть смелыми и оригинальными. А ты можешь напеть, просвистеть или, скажем, рэп начитать. Рэп? Это типа вот так? Йогурт-педишка! Йо! Йо! С новым чернично-мармеланным! Йо! Йо! Вкусом вообще улёт! Браво! Это именно то, что нужно! Ты просто гений! Только вот что. Хаизм у тебя какая-то хмурая. Излучай позитив! Улыбайся во весь год! Так? Шие! Так достаточно широко? То, что надо! Ты произведёшь! Ого! Нет! Революцию! Рекламном не есть! Спасибо, сестрёнка! Всё благодаря тебе! Ну, как прошли пробы? Впрочем, можешь не говорить. Я и так знаю, что всё было прекрасно. Можешь меня не благодарить. Я не прошла пробы. Как не прошла? Ты ничего не напутала? Нет. Какой шанс был! А я его упустила! Как же так? Не может этого быть! Я всю жизнь мечтала актрисой стать. А теперь всё! Не говори ерунды! Ещё ничего не всё! Ты у нас самая лучшая! Я вот сейчас пойду и всё им докажу! Алло! Это киностудия! Я Лиза Барбоскина! У вас сегодня не прошла пробы моя сестра, Роза Барбоскина! Вы там что, совсем ослепли? Как вы могли её упустить? У неё же врождённый актёрский талант! О чём вы, деточка? Опоздала ваша Роза! Мы её даже слушать не стали! На студии самое главное – приходить вовремя! Вот вы, например, Лиза, пунктуальная девочка? Да, я очень пунктуальная! И темперамент у вас отменный! Чувствуется характер! Может, вы сами придёте на пробы? Я? На пробы? Вы серьёзно? Конечно! Завтра в 8 утра мы вас ждём! Ура! Я буду сниматься в рекламе! Ой, а как же Воза? Что, Соня, проспала своё счастье? Но ничего, сегодня ляжешь пованше, а завтра с утра – на пробы! Как на пробы? А вот так! Я поговорила, они решили тебе дать ещё один шанс! Но учти, у тебя теперь новый псевдоним – Елизавета Барбоскина! Лизочка, ты просто прелесть! Ты самая лучшая сестра в мире! Но теперь-то я свой шаг не упущу! Я им всем докажу, что Барбоскина это звучит гордо! Это правильно! Им такие нравятся! С характером! Ди-а, ти-а, мы стабо друсия! Ди-а, ти-а, мы стабо друсия! Субтитры подогнал «Симон»